Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого? Это значит, что вы на канале Лёша Играет, и это продолжение. ФФА на десятерых в Сидмэр Стивилизейшн 6 за Монголию Чингисхана. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше переходите к первой серии. Ссылка есть в описании, либо в прикреплённом комментарии. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Большое спасибо им за поддержку, а всем вам приятного продолжения просмотра. Ереван есть. Так я не понял, у меня слева мой друг, который друг, и он мужчина. Ну а слева от него ещё один друг. Сюда пойду ставить. Вот я вижу Ереван, я вижу вот город, в котором черепаха доминирует. Написали Ереван. Так, а где у нас верховая езда, в общем-то? На карте. На глубоком. Чё, MyLife, чё ты спрашиваешь, чё? Да, приятного аппетита. Там у тебя кто-то кроме меня в соседях. Сидишь? Ну, слева. Ну, конечно, ниже. Вот там, где ещё город не постарались. Так? Больше лево. Там... Такой любитель. А слева от меня там ещё один есть. Нет, пока никуда, наверное, не буду. А что они хотят? Вы опять метки ставите, ребят? Дайте походить, блин, даже уже без таймера не даёте. Таймера-то нет, чё ещё делать-то? Вы же так никогда не походим... Не походим. Я так никогда не похожу. Эта игра будет длиться вечно. Игры появились, есть я. Сиденье доступ. Включён. Так. Давайте, наверное, тут... Я вижу... Я что вычитал насчёт того, как это чинится. Военный лагерь. У меня стоит семейный доступ. Я вижу всех, кто ко мне подключён. Но никто меня не видит. Или кампус, блин, построить. Чтобы они видели мои игры, мне приживаются каждый раз... Тать их наутбуки, зайти в свой стим, выйти и в свой стим зайти в их, чтобы всё получилось, чтобы они могли играть, не играть. Так, давайте я пока драму и поэзию отключу. В игры и развлечения зайдём. Так, здесь... Опять висим. Человек с усами. Которые держатся. А, смотрите, какой... Какой у нас баланс? У нас шесть наций. А, на военный лагерь хочу. Четыре нации на другом континенте. Ну, нормально. У вас больше континента, у нас меньше. Да. Я, кстати говоря, все шесть наций уже на своём континенте постричал. Плюс один. А вот я кого-то не встретил одного. Ну же самое. О, Везувий нашли. О, красиво тут Везувий и Этно прям рядом. Прикол. Ах ты паразит, а я туда зайти не могу. Почему ты не можешь туда зайти? Ребята, а вы будете заканчивать ход? Я не... Я не могу никак закончить. Кто-то всё ставит метки. Кто-то начинает ходить опять? Кто-то метки и метки. Метки и метки. Неправда. Неправда. Я даже не знаю, как это делать. Я несколько минут не ставил. Мы сидим-сидим. Я снова начал ставить метки. Да-да-да. Такая же фигня. Ну вот, значит, не похожу я никак, что... Всё, Грей, Грей, убери руки от клавиатуры. Положи, чтобы мы их видели. Я не могу, руки от клавиатуры. Всё, закончил я ход. Аллилуйя. Ну, надо сначала Кумаси захватывать всё-таки. А я не особо открыл территорию. Сначала Кумаси. Тогда с тобой подружиться. А что там ГГшки на веру хотят? Какие у них задания? Я, наверное, тут посмотреть будет. А с тобой это с кем? Садил 100 лет вместо. Куман торговый путь, Иерусалим торговый путь. Ну ладно, пости размяли немножко. Правильно, чё обижаться-то? Подрались и подрались. Там, бля, батарейка на уши подсадится уже. Конец дипломатии сейчас. Ну, можно город основать? Мне надо как-то хитов обработать. Ладно, давайте рабочего пока построю. Даже успеваю походить. Господи, а вот тут у нас что, территория никем не занятая, что ли, будет? Так, надо брать автоматически. Тут, походу, никого нету. Вау. Надо плыть вот тут заселять всё, что ли? Что мне в судостроение... Да, в судостроение надо. Надо галеры строить. Так, а меня тут вон обстрелили... Так, давайте мы, наверное, тогда лучника сделаем. Вот, и Венеция хотела лучника. То вот сюда ведём. Так, это у меня чудо? Чудо. Серьезно, я его даже не нашёл. Очень интересно, очень. Так, а куда мы тут ставим? Надо как-то, чтобы было место тут и тут, да? Ну, я могу сюда ставить, всё равно тут останется где-то. Очень интересно, что там за чудом. Маркант ещё забирать будем. Беззорий. Да, счастье, конечно. Заказывал, получается? Да. О, а вот и шестой, видимо, да? С нашего континента. Ну. А где мы встретились? Что-то я... Не вижу. Не увидишь? А, вижу, вижу. Зараза. Не успел. То есть, Рим здесь. Ну, реально, вот тут куча территории похожа. Что, не успел? Посадить. Репку. Так, мне надо, наверное, или всё-таки пока копим на поселенную. У меня счастья очень мало, соответственно, мало ресов капает. Блин, ну, реально, я просто, ну что, нефрит ещё будет, предположим. У меня мало ресурсов. Мало ресурсов. Чё делать? А кешики у нас апаются от чего-то? Нифига, да? Это стреляющие, ну что, развелучники. То есть, кешиков, типа, просто заново строить надо, да? Репку посадить, а то опять не посажу. Вот это плоховато. Брат, главное, печень не посадить. Всё, стереть, да? Это уже было. Шутка, повторенная дважды, становится смешной вдвойне. Вот, человек делал конопит. Это уже было три раза. Ну, втройне уже, ну, господи. Ой, Лёха, прибеги к такому слову, как мультипрогрессия. Я хочу сидеть, можно никуда не бежать. Нет, ты же памятник. Что с тебя просадить? Сейчас. Молодёжь такой кринж ловит, наш слушая. Молодёжь. Это, признаться, самый старый, 20-летний. Ну вот. 24, я отсылок не всегда, все ваши отсылки подниму. Всё время, что мы сейчас говорим, я до сих пор походить не могу. Ты же этот самый, ты же немножечко дядский друг. Давайте таймер побольше, что ли. Ну, короче, минус ход у меня. Это динамический стоит, куда уж больше. Не-не-не, так это не работает. Ну, в принципе, я тут успел всё сделать. Вот, если аж вот этим рабочим не вышел. В конце концов, второй ресурс, люксовый, разработаете кто-нибудь? Я даже первый ещё не разработал. У нас кто-то разработает. А у нас с тобой одинаковые, да, получается, ресурсы? А есть один такой, который у меня нет. Так, давайте, наверное... Наверное, пока ещё поселенцы. Наверное, всё-таки я за веру буду тогда, получается... Ох-то, а кто так осаждает тебя, красиво? Варварцы. Ну, я могу тебе объявить немножечко дружбу и помочь с этим нехорошими людьми, которые... Да, достаточно открытых границ просто. Зачем нам дружба? Да, не кидай. Пока я тебе... Не дружелюбная нация. Всех ненавижу. Предложил. Офига, ты ваншотнул его. Ой, это же я. Таким образом здесь все КГшки... А, хотя ладно, понимаю. Блин, наверное, в Ереван-Иерусалим надо взять первый посол, да. Давайте так и сделаем. Две... Военную традицию открою. Там красно-кавалерию. Я все-таки забрал ту клетку, которую я тебе предлагал. Город сам забрал ее. Так, а что мне тут не на автомат? Надо на автомат поставить этого парня. Да, мне не нужно. На самом деле. Как скажешь, дорогой, как скажешь. Номат, а кто у тебя Оракул угнал? Без понятия. Ну, меня это задело. Думаешь, Ападану не угонят, да? Точно не угонят. Да, вот тут мне надо срочно вот там все исследовать. Срочниссимо. Да, смотри. Не соврал. Не угнали. Нифига сё. А я могу атаковать их на берегу? Не могу. Ну, тебя ж не стреляющие. Ну, значит, вообще-то да. Так, тут это устроим Орду. Блин, Dead Inside. Ну, вот нафига ты сюда встал? Я там разряд, да. Единственное место, куда я могу город поставить. Стоит уже, блин, скаут какой-то. Всегда кто-то влезет. Есть такое. На, держи. Так, механикус. У тебя там варвары гнобят, я смотрю. Да. Ну, я хочу дождаться, пока он обратится в город. Приходится терпеть. Так, надо строителя. Здесь, наверное, купить надо строителя за веру. А строить галеры. Сейчас, наверное, поставлю на галеры. Не буду пока на кавалерию, пока орда не сделается. И мне бы Булеенку в массе стены построил. Пак. Ну, я пока не могу. Так, а Кабул там не на кавалерию случайно что-то делает? В машине ты получаешь двое больше боевого начатое. Ну, кстати, я бы Кабул еще... Наверное, даже... Я бы точно Кабул засоюзил. Блин, Нома-то уже засоюзил. Пак. Тогда в Ереван буду отправлять. Сейчас надо поставить первый посол. Господи, сколько тут галер-то? Офига себе. Так, значит... Спаселенцев пока, наверное, уберу. Ставим 100% на галеры. Первый посол. Выкуп клеток. Бог царь. Так, слушайте, а остальное-то мне пока и не надо, на самом деле. Шаланда полная фекалия. Черт. Унишает стоимость покупки клеток на 20%. Ладно, давайте только строителей пока поставлю. Так, тут галеры. Две даже. Я не понял. Ты кофе-то взял? Ой, какая хорошая такая галерс. Подназоним. Не трючте кумаси, пожалуйста. Я ее только нашел в ПП. Отсель грозить, мы будем кумаси. Что хочет это? А это что хочет? Ничего не хочет. А это что хочет? Хочу, наверное, пока плантацию сделать. Привередливая какая-то. И не успеваю. Ой. Так, а этого... Ну, видимо, сюда у нас... Я тут... Блин, подержать. Давайте, наверное, вот подержу ее, пойду туда и следую. И, возможно... О, стоп. Чей там города стоят? Смотрите. Лояльность. А может, там норвежец как раз? Странно, почему он снизу приплыл? Что-то я не пойму. Но у меня как бы... Одно место осталось для города. Только сюда. Еще... А, я еще сюда аж могу. Блин, ну, туда ставить без кумаси. Кстати, наверное, все-таки надо туда везти. Как ни странно. Блин, что за... Смерч начался. Равнина. Равнина. Первого посла я так и не отправил. Тут сменяем дальше плюс два влияния. Ну, пока сто процентов оставляем. Боже, как... Как все лагает. Сто ребята там меточки во всю себе. Фигачат меточки. Я... Я в мете. Желтая, как это все пролез? Как интересно стало. Не знаю. Шел, шел, пришел. Здесь, наверное, пока игры и развлечения. Выйду, выйду. Да? Ну, ну. Да. Очень у меня мало счастья. Что? Не хотите дружбу? Нет. Он не дружелюбный. Да, я пока ни с кем. Пока вообще непонятно мне тут. Я его понимаю, что он от варваров спасает. Мне даже со мной дружбу даже не хочет. Вот ты. Слово нехорошее. Ну, как спасаешь? Они мне тут особо не мешали. Я бы и сам на них опыта набил. А ты снизу же приплыл, да? Да? Чего там город, я не пойму. Ну, говоришь, не мешаю, да? Нет. Окей. Я пока дождался, и у нас теперь появилась Носка. Носка. Носкар. Носка. У меня тут пусты нигде нет. Да ладно. Режешь дал? Блин. Повышать, не повышать? Не хочу, кстати, пока повышать. Вообще, боже, боже. Денег не особо много. Так. Два хода. Я просто хочу, когда построится Орда, здесь начать всадников строить. Соответственно, через два хода. Ну, кстати, давайте вот военную подготовку. Тут еще и на военные лагеря неплохо. Так. Только я полководца набиваю. Прикол. Я бы, кстати, наверное, поставил еще и на полководца карточку. А кто тут, какой полководец у нас обращает в союзников всех варваров на соседних клетках? Баудика. Знаменитый. Так, нам еще бы катапульты. Я их открыл вроде? Нет, не открыл. Так, древние стены нужны. Ну, как кумасе без катапульт брать? Добьешь сам или помочь? Мехико кто-нибудь нашел? Сейчас найду. Лех. Что? Добьешь или помочь? Ну, мне кажется, он сейчас сам об меня убьется. Окей. Или уплывет. Догони. Он либо убьется, либо уплывет. Блин, я забываю тут рабочего купить постоянно за веру. За вот этим интересным городом. Чуть ниже. Да. Там просто пропал бы чуть-чуть. Ну, тут бился, видишь. Я полечусь немножечко. А, не могу включиться. Ух ты, тут пустыня. Блин, а может там кто-то седьмой вообще? Опять нас шестеро. Мой зеленый друг на один ход. Там кто-то город реально поставил. Я не понимаю. Номат. А вот выше Еревана. Там какой-то твой город стоит? Там какая-то. Не-не-не. Я вижу там какие-то лояльность. А, это может... А, я понял. Я понял. Это, блин, лояльность в Вьетнаме. Чего я решил, что там кто-то сверху. Это от Вьетнама лояльность. Ну, раз все уже друг друга знают лицо, предлагаю перезнакомиться. Я не сказал бы, что знают. Ну, видишь, нам уже было все. Предлагают кому-то. Давайте строителя построю и строителя куплю. Взят, тогда да. Вон тут наш мистер приспален с самого начала. Ммм, блин. А, ну, строителя давайте. Алёха, посмотри, как называется вулкан, который вот, где я стою, моим кораблем. Я пока его не вижу. Ни хрена себе. Он моим названием, но далековато он. Как это? А называется по тому, кто первый находит, понимаешь? Прикольно. Где ты и где вот он? Где эти названия? Ну, первооткрыватели называют географические места. Все правильно, по-моему. О, тут место. А, слушайте, ГГшка. Ну, это, кстати, это ГГшка из лагеря. Варварского. Фига, тут места, конечно. Так, а кого-то я встретил? Что это за город вообще? Окленд. О, слушайте, Окленд тут прикольно. Так, я ж тут не могу пройти, да, без объявления войны. Ладно, пойду тогда, наверное, сюда город ставить пока. Так, сменим все-таки на кавалерию. Ну, и давайте в Амалыке всадников. Плюс мне надо распространить... Ну, я бы попробовал Самарканд тогда забирать, раз у него стены не строит, нифига. Да, ты можешь брать своего разведчика? Значит, мне надо религию в него распространить. Надо купить миссионера. Тебе уже 10 городов, охренеть. Челепаха, куда тебе стопят? Я вообще ничего не делаю для этого. Ничего не делаю для того, чтобы 10 городов поставить? Сами появляются? Нет, он про религию распространил. А, про религию. Кстати, если ты защитника возьмешь, я бы принял эту веру. Так ты же ее и так приняешь. Ну, дольше. А так ты можешь прям прям по миссионерам пробежаться. Да, он в Алаку стоит. У нас там есть еще одна религия такая. Ходят там войны Христовы. Не Христовы. Войны Аллаха. Ага. Я понял. Написано Крестовый. Я тебя понял. Не, я-то на самом деле Крестовый тоже на меня будет работать. Просто это невиннее будет. Блин. Ага. Вот она. Капонация. Блин. Ну, просто понимаете, тут ставить это я дамбу не смогу сделать. Видимо, надо на холм, к сожалению. На холм где-то тут все-таки правительственную площадь в итоге. Развесчик. Дамбу. Я могу. Блин, у нас места кое-что сколько наступать. Хотя, подожди, я дамбу могу сюда поставить. Ну, тут тогда промышленную зону надо ставить. Черт. Ладно, придется сюда. Обработал три клетки, а через два хода пришла засуха, сказал. Но обработай еще раз их хода через три. Так, слушайте, а тут, кстати, скаут может забрать меня этого чувачка. Это скорее всего. Лёшка, у него кораблик чуть-чуть в какую-нибудь сторону. Алексей. Спасибо. 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 Наверное, в Ереван пока. Только сейчас первый ресурс роскоши обработаю. Кстати, вот здесь надо бы шелк выкупить. Денег мало. Поэтому центр коммерции строю. Блин, мне кажется, захватит. Но я думаю, я должен отбить своим конем. Ну и плюс еще прачник здесь. Должен захватить? Нет, просто подошел. Отлично. Тогда просто вот так. Так, немножко счастья. Тут вот надо убрать. А, да, я хотел священное место ставить. И, видимо, отложу тогда. А, блин, тут 16 ходов до роста. Смотрите, а если я соберу, то тут будет... Это же... Да, отложим производство. Красивый. Очень подстрекательный, но, по-моему, конечива труп. Если он ничего сделать не начнет. Смотрю его соседа. Я смотрю его военку. Так, у них уже баллеж терки. Поэтому, стормозить. Так, тут я откладываю производство. Нет, да там варвары тормознули очень круто. Очень. Начал Конга читать. Ну, не знаю, я бы следующего взял, конечно, вообще не против. А, не 25. Вообще не против следующего. Так, Конга с кем? Ни с кем не дружит. Вьетнам дружит только с Римом. Норвегия с американцем. Норвежия где-то за американцем тупо находится, да? Слушайте, а... Как бы так спросить, чтобы... Ну, я думаю, что, наверное, уже многие догадались. Вот моя способность, те, кто видит, она на ГГшке работает? Сомневаюсь. Не знаю, честно, по-моему, нет. На 100% не будет. Так, изучите. Способность от торговца? Да. Да, работаешь. Так, есть киты на продажу, кому надо. О, Рим, у тебя есть кофеек или нету? Нету. Рим уже давно спалили. Рики, могучий. Только это могу поторговать. Предложение, Грей. Так, что ты там определился с будущим? Я? Нет. Нет, я лежа. Что? Ну, караваны я к тебе не посылаю, как видишь. Ну, я вижу, да. У нас идеальное разграничение, как бы, вот этим вот городом-государством. Между нами, который... Блин, а на кого мне нападать еще, кроме тебя? Не знаю. Я снова не могу ответить. На Ереван. Ну, на меня... На Ереван? Это смешно. Наверное. Можно, конечно... Не, на самом деле, я не знаю, зачем тебе нападать. Ну, ладно, ну, Самарканд я забираю. Ну, я могу только с Союзом тогда. А так это будет... Не, ну... О, по поводу Союзов. Если Союз-то единственный потратишь на Союз со мной, то я к этому... Я не знаю по поводу Союзов пока. Потому что... А так у нас границы будут вторым радиусом пересекаться. У нас границы будут вторым радиусом? Какие? У нас с Самаркандом уже мои границы в упор к нему. Да я вижу, я всю твою территорию вижу. В смысле, каким вторым радиусом? Вот этим вторым радиусом с Самаркандой и Бумби. Подожди, пересекаться вторым радиусом. Они пересекаются третьим радиусом. Почему пересекаться вторым? Третьим радиусом. Хорошо согласен. Кабулба. И это не столица у тебя, подумаешь. Я все равно сейчас ставлю города еще слева от Самарканда. Города. Город. Четыре меча и стена как бы. Это будет непросто. Ну когда-нибудь-то я его возьму. Может, никогда тогда лучше? Нет, нет. И Кумасе я хочу забрать. Сейчас мне воевать не с кем. Дед, поставь метку, куда идешь. Я тоже иду туда. Это кто говорит? Рим? Кого еще у них? Каникус. Анна, давайте с Конга. Реально тут еще с ГГшками. Немножко, конечно, не круто. А что? Ты хочешь где-то там поставить? Прям слева от Коня. Между Камнем и Конем. Почти не пониже. Между Камнем и Конем. Я вообще хочу судостроение. Я его только что открыл. Ладно, навигацию по звездам ради гавани. Так, это что дает? Военных юнитов. Наверное, в Кашгаре надо делать. Есть четыре. Свещеночка. Черепаха распространяется со скоростью... Блин, что я не успеваю всадников тут ставить. Так, мне сначала надо в Самарканд распространить крестовый поход, а потом уже объявлять ему войну. Ну, я это не делаю, оно само. Ну, всадниками Самарканд уже не берется. Понятно. Если что, я ни одного миссионера или апостола не буду. То есть я сейчас Самарканд обращу, а потом надо в Кумасе пойти обратить. Ты захватываешь нас религией с помощью глубины почты. Мы открыли твой коварный план. Просто у меня длительное время был Иерусалим. И потому мои города влияли, как священные города. Но уже нет. У них просто длительные, я быстро верну его. Кстати, а сколько у нас на континенте религий? Три, да? И два на другом. Так, восемь ходов. Блин, уже мечники здесь. Сколько стоит? Сирене 180. Ну, мне надо вот сюда будет везти. Ух ты ж, черт. Блин. Варвары, конечно, это трындец. Ну, тут город надо ставить будет. Поэтому я со своими не воевал, дождался, пока они в город обратятся. Вот Катя пускай тоже обращается. Но сюда мы город всунем. Пробуем Петру поставить. Там еще на глубоком севере есть еще первая гула. Вот тут думаю, когда она дойдет. Наверное, пока не буду ничего менять. Гавань. Плюс два. Тематику. Так, давайте Лян. Кашгар. Где я не успел выбрать? В Ириае и Ваксу. Ваксу надо гавань тоже. Тут город не успел поставить. Так, ну, надо как-то в золотой век все-таки попасть. Ой, кто-то царапает стены Иерусалима. Я вон, я вон вижу, это я вижу непристойную надпись. Не приносит. Нет, это разлив. Раб, а можешь подвинуть своего разведчика? Блин, могут так сейчас и убить. О, тут Памуккале. Ну, Памуккале это не самое крутое чудо. Ну, в принципе, сверху места есть для расселения. И не хватило. Касия, Леша, зачем тебе столько войск, скажи мне, друг? Точнее, скажем так, не друг, а прохожий. Разве у меня много? Получилось при любом. Ну, я вижу, что 185. Американцы 142, например. А что сразу я? Как бы немного, я понимаю, в два раза больше было бы. Было бы много. Почему, почему природа не любит черных людей? Как-то это странно вообще. Потому что черные не любят влеза. Так, проверим, работает ли на Самарканд эта фигня. Несу насчет черных людей, у меня тут это, снежное буря пролетало. А где посмотреть доходность? Чё-то я не помню прям. А империя прибыль. Империя. Так, мне 4 очка надо. Ну, одно возьму с этого полководца. Ещё одно надо апнуть в мечника. Неизвестный игрок в военную победу попёр. Так, где тебе такое сообщается? Это я просто зашёл во вкладку. А что, уже у кого-то столицу забрали, что ли? Блин, 70 чё-то много. Ладно, давайте пока горн шахты, пожалуй, поставлю. Будем надеяться, что я тут ещё какую-нибудь сейчас руинку найду. А вот и руинка. Так, это ещё очки эпохи. О, Самарканд обратился, зашибись. Вот единственная клетка, где я могу город поставить и ГГшку туда свою юниту ставить. Они как на зло это делают всегда. Ну, кстати, походу работает на ГГшке. Я вот отправил в Самарканд. Ну, так я же говорил. Там ещё прикол в том, что если кто-то захватит Самарканд, у тебя остаётся торговый пост там. Это да. Как ты понимаешь, у тебя автоматически плюс шерсть. Эпоха уже все качала религию по полной. Эээ, так это это, товарищ на Монголе, судя по всему, да, расставил его пост. Ой. Не хороший товарищ Монгол. Так мы же уже всех сказали, давайте рассказывать о своих. Неа. Неа. Товарищ инкогнито, ты кто? А, там кто-то, там зелёный друг у него, я понял. Да, слушай, но походу на ГГшке как раз не плюс шесть, а плюс три. Я ж не могу уровень дипломатической видимости с ними увеличить. Ну, это да. Какие вот. Но плюс три я всё-таки имею за... За вот это вот всё. Ну, ты, наверное, имеешь от своей способности. Ну, да. Ну, так нет, в связи от своей способности. А, подожди. У тебя же ещё способность есть на лошадей. Точно. Так, подожди. А, значит, от торгового пути всё-таки нет? Нет, нет. Так, нет. Только торговый пост сразу. Да. Жёлтый друг. Можешь убрать разведчика от меня? Ну, ладно, давайте, наверное, я объявлю войну с Амарканду. Смысл мне с него. Ну, просто прокачивать юниты чисто. Пирамиды на чё влияют, я забыл. На строителя. Так, ну, давайте. Пока пять ходов я ещё поберегу. Мечник один. Ну, может, захватить лагерь. Вот вам, пожалуйста, ещё золотой век. Не увидел сразу. Так, хочу. Камень обравлю. Вдруг он выйдет захватывать рабочего, вообще, был бы не против, кстати. Я помню про руинку, просто хочу пока вот так пройти. Ага, всё. Ну, руинку надо... Вот руинка и мечник, теперь вот он золотой век, да? А где ты так ломанул в науку? Блин, не успеваю, ладно. Следующим ходом будет сменить. Интереснее, как Номат ломанул в науку. Он открылся в кампусе. Ну, у него всего пять городов. Ну, шесть, ладно. Ух ты, кампус десять. Кампус десять. Да... На этом пока всё. Спонсоры канала «Продолжение» могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своём экране. Играйте!